Всем привет! Вы на канале о зимнем спорте. И сегодня новости биатлона. Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов рассказал о подготовке к предстоящему сезону с командой Тюменской области, а также поделился своим мнением о новом главе Союза биатлонистов России Викторе Майгурове. Александр Логинов сравнил свое состояние в июле 2019 года, как раз год назад, перед подготовкой к сезону 2019-2020 годов и сейчас. Он отметил, что, конечно, из-за ситуации с карантином спортсмены ограничены в сборах и не могут поехать туда, куда было запланировано. Но там, где они сейчас тренируются, шикарная база. Там также проводится и стрелковый сбор. И проблем никаких нет. О новом президенте Союза биатлонистов России Викторе Майгурове Александр Логинов отозвался положительно. Он отметил, что знает Виктора Викторовича очень давно и не сомневается, что он очень хочет навести порядок, а также пожелал ему искренней удачи. Российский биатлонист Евгений Гараничев также готовится к предстоящему сезону с командой Тюменской области. Он рассказал о тренировках по программе старшего тренера сборной России Юрия Каминского. Евгений Гараничев отметил, что если раньше тренировки по 3-4 часа были максимальными, то теперь это норма и практически они стали ежедневными. Тренер Юрий Михайлович посоветовал ему смотреть по погоде и следить за самочувствием, а также отталкиваться от условий. На вопрос, привычно ли справляться с такими объемами, Евгений Гараничев ответил, что это нормальная работа, и она уже проводилась с тренером Николаем Лопуховым. Похожий подход также был у Александра Каспировича и Андрея Падина. В настоящий момент работа больше направлена на все группы мышц. Отметим, что в Тюмени сейчас стоит аномальная жара, поэтому спортсмены сборной по биатлону выходят на тренировки раньше, чем сборная области. Чаще еще до 7 утра, когда не так жарко. Вы смотрели свежие новости биатлона. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok